На первый взгляд простое кресло. Это фанера, это трубы, но на самом деле это очень сложный прибор, который поможет любому врачу, связанному с кардиологией, найти проблему у каждого больного и проследить ее в динамике. Депутат Государственной Думы презентовал новое профилактическое кресло. Оно останется в Ульяновском реабилитационном центре областного кардиодиспансера. Новое чудо-кресло – разработка российских ученых. Похвастаться такими приборами пока могут только два региона – Московской и Ульяновской области. По словам Владимира Гутенева, подобные кресла должны быть не только в медучреждениях, но и в любых местах скопления людей. Благодарности удостоились разработчики и производители продукта. Холдинг «Швабы» уже традиционно с нами работает, традиционно делится своей продукцией. Это были и для перинатальных центров, мы их называем инкубаторы для вынашивания недоношенных детей, подращивания. Мы с большим удовольствием на протяжении нескольких лет не только в Ульяновском регионе передавали в Самарской области, в Оренбургской, в других регионах России, показывая, что отечественная продукция порой не только не хуже, но даже лучше зарубежной. Новая разработка очень проста в использовании. Достаточно сесть в кресло, включить монитор, ввести свои данные, рост, возраст, вес, номер телефона и подержаться за ручки кресла. Через несколько секунд на телефоны врача и пациента приходит смс с кардиограммой, сердечным ритмом и прочим, что позволит врачу поставить диагноз, а пациенту вовремя зайти к врачу. На телефон мобильный придут данные с очень хорошим описанием, где у вас зеленая зона, по каким параметрам, где у вас желтая зона и где в случае, если после анализа такая потребность возникнет, где рекомендуется обратиться к врачу. В нашем регионе ведется системная работа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она проходит в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» федерального проекта «Демография». Кардиодиспансер уже обладает различными тренажерами и диагностическими аппаратами. Владимир Гутенев с удовольствием осмотрел и опробовал это оборудование. Мы здесь тренируем баланс, мы здесь тренируем силу, мы здесь тренируем движение. Ну, по крайней мере, у нас пациенты и диспансерами, им интересно, да, они лимают, тем это все интересно. Давайте мы... Несмотря на хорошее оснащение, новому оборудованию здесь очень рады. Диагностику себе провели и журналисты, и врачи, и депутаты, и пациенты. Мы очень рады, что у нас появилось такое чудо-кресло. Почему мы рады? Потому что у пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, есть вероятность как осложнение получить мерцательную аритмию, фибрилляцию предсердий. Подарок уже установлен и готов к использованию. Вопрос о массовом приобретении кресел для региона и установке их в местах скопления людей будет решен в скором времени. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ.